Приветствую в своем уютном логове! Я Скагокалипсис, и сегодня я наконец-таки возвращаюсь в демку хватательного рогалика Dungeon Clawler. И не просто так. И сегодня, наверное, будет немножечко особенный видюс, потому что сегодня я постараюсь поменьше клоуничать и побольше подойти к игре со, скажем так, стороны профессиональной. А именно, у нас в игру с какой-то обновой, уже давно на самом деле, завезли русский язык, и сегодня, как можно понять по названию видоса, мы будем его оценивать. Именно локализацию. По трем параметрам. Первый, это, собственно, точность. Насколько формулировки здесь адекватные и точные у предметов, и у механик, и у всего. Второе, это ее художественная составляющая, насколько хорошо переведена игра слов, насколько вообще оно фонетически читается хорошо. Да и, ну, короче, с точки зрения языка, с точки зрения литературности. И третье, это насколько технически правильно выполнен перевод, нет ли каких-то тупых опечаток, нет ли каких-то моментов, где переводил бот, хотя, возможно, все переводил бот, мы сейчас выясним. И вообще, насколько текст читаем, насколько он где-нибудь забагован, будем смотреть. Ну, а пока я начинаю, ты моя прелесть, комментарием и подпиской на канал, обязательно, если у тебя по какой-то причине этой подписки еще нет. Большое спасибо. Сэр Клешнирук. О! Вот тут я уже вижу... Уже с самого старта, потому что... Как он там звался? Буналот, кажется. Только бун это вообще, ну, типа... Короче... Короче, я с первого момента, я вижу уже, что перевод делался человеком. И человеком, судя по всему, с таким красным носом, с разноцветным париком, в клацающих, как, пищащих ботинках. Возможно, это переводчик Пеглина, потому что, ну, оригинальная его типа фамилия, она вообще никакого отношения к Клешням не имела и не имеет. Металлург. Угу. Прекрасно. Скраппи, который, типа, как будто бы... Я не знаю, как его перевести. Ну, что-то вроде... Ну, точно не Металлург. Вот, даже близко не Металлург. Второй коготь. Всегда большой магнит. Получите одной из силы, если вы соберете не менее пяти металлических предметов за раз. Угу. Не менее пяти металл предметов за раз. Ну, тут немножечко, конечно же, кривовато, но это можно простить, потому что это теги. Но то, что они их... Или он, она... Не знаю, кто это делал, но имена переведены уже на из жоп. Ну, я, судя по всему, будет весело. Кинжал, маленький щит, но тут особо нечего выдумывать. Пойдем за... Очень булочку. Ну, потому что Буналот это буквально очень булочка. Потому что он вроде как слабее, чем Скраппи, потому что Скраппи он был прям лютым. Я за него проходил вроде как в прошлый раз, и он прям слишком сильный. Или наоборот. Я за булочку проходил. Обзор предмета. Угу. Предметов, вообще-то. Мастер блог. А, тут можно все посмотреть. Ну, перчатка, шлем. Ну, тут особо нечего выдумывать. Утренняя звезда. Ну, да, норм. В целом норм. Его можно перевести, собственно, как... Буквально как Моргенштерн, но... Слово Моргенштерн, оно зашкварено, поэтому приходится утренней звездой пользоваться. Вот это вот непонятно. Что это? Магнитный коготь заблокирован. Видимо, для персонажа заблокирован. Кредитка. Рука Медаса. Почему с маленькой буквы Медаса, мне неизвестно. Копилка. Ок. Темные мечи. Двулезвийный меч. Я даже не знаю, как это комментировать. Ну, технически, да. Технически все верно. Великий меч. Ну, кстати, Грейтсворд, вообще-то, переводится как большой или двуручный, но... Неважно. Счастливая палочка. Окей. Я бы все-таки назвал ее палочкой удачи. Ну, ладно. Ладно. Не буду слишком... Слишком придираться. Тикающая бомба. Тикающая бомба. Ладно, не важно. Термометр. Противоядие. Ядовитый кинжал. Фляга. Граната. Сюрикен. Костет. Ручной. Ручное зеркало. Ну да. Тепловая пушка. Это похоже на пушку. Переводчику вообще давали смотреть на предметы, текст, которых он переводит. Ну, это буквально просто фен. Обыкновенный фен. Хотя подожди, может он в оригинале как тепловая пушка обозначен? Может... Ну, тогда... Тогда окей. Мне просто сейчас лень постоянно переключать, это будет слишком долго. Кольцо силы, зелье силы, лавовые бомбы для ванн. Ну, нужно будет еще смотреть, когда они мне будут попадаться, насколько точные переводы. Потому что если мы сейчас тут будем сидеть, все это рассматривать, это будет слишком скучно. Мастер блоков, укрепление, собиратель, избирательная игольница. Игольница. Золотая броня. Сберегательный счет. Ну... Че я могу сказать? В общем-то... Хорошо, что перевод делал не бот. То есть, все-таки, это явно человеческая рукой сделана. Опять художественная часть, она... Судя по всему, похерена напрочь. Ну и ладно. Так, собирайте предметы, используя когось, чтобы сражаться с врагами. Наведите курсор мыши на предметы, чтобы получить дополнительную информацию. ВСД для перемещения по карте, используйте А и Д. Перемещение когтя, пробел. Чтобы закрыть когтя вручную, не обязательно. Нажмите бэкспейс, чтобы пропустить свой ход. Не обязательно. Скорость игры можно изменить в настройках. Ну, это все... Окей. Пойдем. Может быть, у игры изменился еще и баланс? Тогда это вообще прекрасно. Так, навыки. Ну, это понятно, есть. Ледяная слизь. Этот противник намеревается увеличить свой блок. Увеличить. Почему увеличить? Может, в оригинале тоже увеличить. В принципе, окей. Я могу здесь менять язык? Прямо тут. Ой, как много языков. Очень много языков добавили. Ну, это хорошо. Она не меняется, да? Или я? А, ну, кстати. Вот тебе первый баг. Ну, не полностью меняет язык. Ну, или напрям... А, давай посмотрим. Ход пройдет. Ладно. Давай я верну русский. Тогда делаем сейчас как? Ну, просто попытаюсь их затыкать. Особо не заморачиваясь. Тем более, что раз они защищаются, нужно их пробивать. По мне это урон не полетит. Ну, минус слизень. Кстати, по-моему, раньше было меньше здоровья. Или я неправильно запомнил. Вероятнее всего. Намеревается атаковать. Хорошо. Удачи тебе с этим. Правда, ты меня не пробьешь, очевидно. Я сейчас еще пять счета себе подберу. И у меня все в жизни будет хорошо. А у тебя нет. Стоять. Вот давай я сейчас поменяю на английский. Ну да, действительно увеличить. Ну, тут, по счастью, в этой игре на самом деле не то, чтобы сильно много чего нужно переводить. Я на самом деле почему вообще за это взялся? Потому что я помню ультра-клоунский перевод Пеглина, по которому, наверное, нужно отдельных пару видосов сделать. О том, почему он плох и насколько он плох. И я поэтому подумал, что вдруг здесь будет настолько же отвратительно. Но нет, здесь в целом все норм. Наверное, потому что здесь гораздо меньше всякой игры слов, в отличие от Пеглина. И меньше гораздо пространства для клоунниченья переводчика. Так, 10 урона увеличивает ваш блок. Ну, наверное, яд... Играть через яд это долго. Наверное, лучше играть через хороший урон. Что-то мне помнится, что яд в прошлый раз был отвратителен. Зато шипы имба. Вот то, что я помню. Изи. Ну, первый этаж и должен быть легким. Там уже на втором и третьем начнутся приколы. А здесь пока все здорово и вечно. Ну, конечно, если бы еще я молоток собирал, который наносит много урона. Хотя, наверное, сейчас не нужно у меня сейчас. Проще кинжальчиками его затыкать. Это, кстати, какая у нас слизь? Не посмотрю уже. А, нет, растительная слизь. Кольцо силы. Играть через миллион кинжалов и кучу силы. Давай попробуем. Можно попробовать применение яда на последнего противника? Не. Уже не пошел через яд, поэтому не надо. А он все хочет. Очень хочет все на меня яд повесить. Слушай, вакцина вообще-то на высоких этажах поможет. Главное ее сейчас выхватить. Оно не сбежало от меня. Все. Кое-как. Еле-еле. Но вытащил. На высоких этажах там, по-моему, есть противники, которые накладывают много яда, поэтому возьму. Но тогда... Если бы я знал, что впереди будет много предметов на яд, я бы, наверное, взял билд на яд, но... Но я не могу смотреть в будущее. Увы. Было бы классно. Слушай, с прошлого стрима... Похоже, эти мотоциклисты никуда не делись у меня за окном. Но окно теперь закрыто, правда. Возможно, это гоняют какие-то цыганские дети, которые живут по соседству. Наверное. Наверное, это как-то связано. Если что, не надо воспринимать это как какую-то шутку, лучше принимай это все буквально. То есть я... Я сейчас не шучу и не утрирую. Эй, он меня пробил. Так не честно. Я должен быть бессмертен. Лавовая слизь. Кстати, с кольцом силы молот очень плохо сочетается. Вот этот вот. Потому что много мелких атак гораздо лучше себя ведут. А, кстати, насчет много мелких атак впереди же будут противники с шипами. Причем с шипами не такими, которые накладываются один раз на ход, там на два хода, а с постоянными шипами. Как с ними бороться, я пока не представляю. О, рука Медаса. Ну, это топчик. Хотя, подожди. А куда я в прошлый раз тратил золото? Я вообще его тратил? На улучшение золото уходит. Причем много. Так что руку Медаса я беру. На первом этаже она хороша. Что можно? Можно позолотить ручку. Нет, на первом ходу я ручку не золочу, потому что... Мне нужно, чтобы она побольше пуха с собой зацепила. И после этого мы ее заберем. Опять же, на первом ходу можно делать много атак, пока у противника мало шипов. А шипы у него будут. Потому что ты у нас кто? Большой саженец. Но, по-моему, на английском он так и звучит. Я не буду сейчас душнить и переводить шипы. Одну единицу урона, атакующему при атаке. По-моему, запятая лишняя, но не важно. Щит, пожалуйста, первым урони. Придется выхватить немножечко. Так, вот сейчас нужен молоток. Потому что... Бить кучей кинжалов это себе дороже. Но кинжал все равно прокрался, прорвался. Так, окей. Я отбился. Теперь, наверное, нужно собирать золото. Первым когтем я захвачу кольцо силы молоток. И что там еще сопутствующее? Ой, сколько урона сейчас у меня прилетит. От меня же причем. Так, а теперь собираем золото. Ну, не сильно много. Но это меньше, чем ничего. Пять золотых. Нормально. Тем более, сейчас я еще соберу. Да, я теперь понял, почему билд на кинжал тут отвратителен. Потому что у врагов очень много шипов. В этой версии. Естественная сила. Первый предмет в каждом ходе используется дважды. Магнетизм. Увеличивает радиус действия магнитов на 20%. У меня нет магнитов, поэтому... Берем силу. Патинку. Что такое? Кузница, понятно. Патинка это что? Подожди, мне аж интересно. Патинка. Ну-ка. Патинку машин. Машина Патинку. Патинку это фамилия, я так понимаю. Куда делось слово машина, неизвестно. Ну там гэмбл. Это гэмблинг чистый. Если ты не знаешь что это, просто мы туда не пойдем, я тебе показывать не буду и просто поверь. Ну вот, вот да, тоже. Как видишь, куда-то внезапно потерялась машина, что такое патинка, а хрен его знает. Иди проверяй. Чтобы играть за новые предметы. Что? Чтобы играть за новые предметы? Вот это прям... Вот, короче, вот этот вот, вот этой вот комнаты перевод, это прям... Прям говна. Прям убер говна перевод. Сейчас, подожди. Ну там гэмбл, скорее всего. Да, гэмбл фунью ант айтемс. Ну, короче, да. Это ультра неинформативный текст. Используйте монеты, чтобы улучшить предметы, ну тут понятно, тут сложно запороть это описание. Сражаетесь с противниками, чтобы получить новые предметы? Эм... Таи, чтобы пройти дальше вообще-то... Ты у нас кто? Лягушка. Намеревается изменить предметы в машине. Ммм... По факту. Он так и будет сейчас делать. Так, надо как-то сделать так, чтобы я выхватил чуть-чуть щитов и стригерил руку Мидаса на то, чтобы она куда-нибудь полетела. Не хочет никуда лететь. Ее все устраивает. Кажется, что я сейчас... Просто потеряю ход зазря. Не, нормально. Чуть-чуть пробил. Ого! Она превратила молот в гигантскую неповоротливую хрень. Кстати, я его даже не вытащу, наверное, из-за этой лягушки. Главное вытащить золото сейчас. Потому что с высоким показателем силы, в принципе, неплохо. А я, походу, и золото не нафармлю. Ээээ! Обидно. Не, подожди, еще есть шанс. Если я смогу выкрасть молот, я смогу его как-то выцепить? Давай попробуем. О! Вот, досрочно. Да, получилось. Я досрочно зацепил когтем его. Теперь можно забирать золото. Он сейчас не атакует, урон не нанесет. А я подформлю чуть-чуть. Же! Жадность! Слушай, можно еще? Еще пожадничаем, давай. У него, тем более, на одну атаку осталось здоровье. А мне нужно золото. А я денежки люблю. Ну, давай, цапай. Что-нибудь. Ну, одного кинжальчика ему хватит. Пойдешь на мой французский завтрак. Так. Семь урона на маленький меч. Металлический щит. Я не помню, меч улучшается слиянием или нет. Металлический щит, он, по-моему, лишний. Я уже уяснил, что в рогаликах лучшая защита почти всегда это нападение. Щиты, это, это от лукового. Я колечко хотел. Колечко на крылечко не вышло. К сожалению. Руку бы Мидаса уронить. Нет, не уронится. Ну, ладно. Не буду жадничать уже. Вот бы она упала наружу. Было бы так классно. Но не классно. Не упала. Кстати, ее же можно будет улучшить в кузнице, вообще-то. Так. Я смогу добить обоих двух? Вероятно всего... Вероятнее всего нет, поэтому давай я лучше возьму пару щитов. Чтобы не выхватывать. Прекрасно. Замечательно. Теперь можно до вышкрести золото попробовать. Опа. Монетка в монетку. Идеально. Ну и все. Закончилась ваша лягушка. О, шлем. Утваивает ваш блок только один раз за бой. Сила в блок. Броня, пять блоков в начале каждого хода. Вот это норм. Она просто мне... Но она гораздо лучше. Тем более, если она улучшенная. Но улучшая я в первую очередь руку Мидаса. Погоди. А... По-моему, раньше можно было слияние предметов этих делать. Типа из двух делать один. Или это в другой комнате делается? Неясно, но... Весь пух. А внутри большого радиуса. Ну да. Улучшаюсь. Ну и все. И денег у меня нет. Но зато она третий этаж. А, их же пять всего. Их же даже не три. Их же много в этой игре. Но зато теперь у меня на будущее очень много всего. Ой, нет. Ой, нет. Этот сраный куст. Аааа. Ааа. Ааа. Причем немало урона я получил. Давай еще броню. Короче, беру броню. Сейчас нужно расковырять слизней. А золото фармить долго не получится. Потому что вот это вот, вот это вот, вот этот саженец, он будет стакать себе шипы. Я в какой-то момент об него просто сваншотчусь. Чуть-чуть. Так что золото нужно аккуратненько выфармливать. Без фанатизма. Так, давай-ка я... Ааа, все золото спряталось под... Под оружием и броней. Не могу его забрать. Его столько там. А взять нельзя никак. Не дается. Обидно. Я еще и слизней не добил. Из-за того, что охочусь за этим золотом. Сгубит меня жадность. Ооо. Где по всему уже очень скоро. Ладно, все. Пора кончать жадность. Я набрал золото. Нужно отковыривать от этой растительности все куски. Все возможные куски. А иначе я действительно в нее могу сваншотиться. Сейчас миллион урона получу. Да, миллион урона получаю. Ужасно. Перчатка. Один блок каждый раз, когда вы используете предмет. Только один раз за бой. А что значит только один раз за бой? Она вешает на меня этот эффект же, да? Или нет? Атакует ближайшего противника, нанося 0,5 урона за каждое недостающее здоровье вашего здоровья. Угу. Вот эти вот два слова можно просто выбросить и станет намного лучше. Держу в курсе. Атакует первого противника с уроном 2 и дает вам... Атакует первого противника с уроном 2. Так не противник с уроном 2, ты атакуешь уроном на 2. И дает вам один уклонение. Один раз за бой. Давай возьму перчатку. Я не очень понял, как она работает, но проверим. Это же она эффект вешает на меня, или... Эта штука... Исцелитель намеревается исцелить себя или других. Логично. Да. То есть она просто один раз за бой используется. И после этого... Так, я доблюсь слизня, и после этого формим золото. Короче, она используется один раз, и потом на ней этот эффект остается надолго. Хорошая штука. Очень хорошая штука. Так. Все. Тут строго идем за золотом, потому что он не разгоняется. Единственное, что я могу случайно его пришибить. Ойс. Мало, мало. Надо еще... Надо еще отсюда забрать и отсюда забрать. И тогда будет хорошо. Я потом улучшу кинжалы, чтобы они наносили максимум урона. Буду всех противников уничтожать. Буду всех противников уничтожать. Так. Он же его не добьет. Хорошо. Ну, ну, три нормально. Ну, три неплохо. Сейчас он исцелится еще, поэтому... Можно не бояться, что я его случайно ваншотну. Так что, продолжаю фармить золото. Ну. Только золото, походу, с этим не согласно. Оно отказывается фармиться. О, нормально. Три монетки. Неплохо. Сцапаешь? Сцапало. Прекрасно. Эта штука проживет еще ход. Ну, короче, да. В некоторых боях можно фармить, в некоторых лучше не надо. Оп. Забрал. Ну, и теперь у меня... Те две золотых, я их буду выковыривать полгода. Давай его просто добьем. А, я его не добью. Я не вытащил нужное количество. Было бы круто еще одно кольцо силы себе взять, чтобы сделать убер-разгон своего персонажа и потом огромными кусками отрывать лица противников. Исцелитель, кстати, я сейчас понял, типа, зачем тут ИС? Просто аж целитель. Что в этом странного? Уменьшает входящий урон до одного на один ход, но удаляет все ваши блок. Можно написать весь ваш блок. Что мешает сделать так? Только один раз за бой. Или что это так? Применяет яд? Ну... Может рольнуть? Пластиковый щит. Атакует ближайшего врага? О, кстати, у меня блок разгоняется. Можно утреннюю звезду взять. Она будет много дамажить. Большой рыцарь. Враг намеревается дать баф на себя или на других. Дать баф. Усилить себя или других. Усилить. Если что. Если пытаться переводить все, локализовать, без каких-то прям убер-геймерских терминов, то усилить это, по-моему, идеальный вариант. И, к слову, я тут не помню, что он делает. Устойчивая броня. А, блок не сбрасывается. Он будет блок стакать на себе. Ну, я на себе сейчас настакаю золото, и после этого мы займемся им вплотную. Можно силу чуть-чуть... Не-не-не получилось. Чуть-чуть силу. Еще по-хорошему мне нужно выцепить перчатку сейчас. И потом стакать себе броню. Схватил. Хорошо. И там с перчаткой еще пошло кольцо силы. Прекрасно. Только жаль, перчатка была последней. Ну, окей. Я могу какое-то количество дамага пропустить. Оу! Это что сейчас было? А, смотри! Молот застрял в броне. Надо хватать его, чтобы это... Чтобы вместе они пошли. Давай. Опа! Хорошо. А, а теперь он резко решил выстрелить. Негодяй. Так. Утреннюю звезду бы последней пустить, но... Она пошла первой. И гораздо лучше. Подожди, сколько она нанесла? Восемь? А, у меня девять силы, естественно. Она и так надамажит. Так. Ого! Подожди. Ты зачем... Ты зачем так больно бьешься? Так нечестно. Я столько не выживу. Откуда столько уронов тебе? Рыцарь. Рыцарь, одумайся. Жестокое обращение с животными. Ты в курсе? Сейчас она опять первый. Ну ладно, второй нормально. Ну, я переживу. Этот урон. Все. Он перестал. Люто дамажить. Люто дамажить сейчас начинаю я. Ну, да и броню стакать себе тоже. Потому что бой, похоже, затягивается. Так. И нужно, наверное... Да, стакать броню. И периодически подкидывать ему звездой по башке. Так, первый щит. Прекрасно. То, что нужно. Ну, теперь он скоро вообще перестанет меня пробивать. Так что я не жалуюсь. Тихо, 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 тихо. Ту, что куда ты ее дел? О, кстати, этот щит, он же двойной. Если подобрать в одиночку. Да. Ну-ка. О, вот тут хорошо выцепил. Очень хорошо выцепил. Ну, теперь я тоже рыцарь. Видишь, какой я? Жирный, красивый и крутой. Ну-ка. Цап. Давай я выцеплю кучу кинжальчиков. Потому что я не уверен, что я смогу поднять отсюда звезду. А кинжальчики я точно смогу поднять. Ну все, он меня уже не пробивает. Да, кстати, арморстаг хороший. Опять же, он не работает против шипов. Против шипов меня скорее самого развалят. Но против шипов у меня есть стаксилы. Ну, вроде, что-то нормальное получилось собрать. На старте, по крайней мере. Посмотрим, как он себя будет вести дальше. А я не добил его? Ну и ладно. Ну и пожалуйста. Не очень-то и хотелось. Добью сейчас. Так, клыки вампира. Восстанавливайте одно здоровье, когда наносите урон. Ммм, еще три силы хочется. Но так как я много мелких атак делаю, вампиризм мне идет. Он мне как раз. Используйте монеты, чтобы перерабатывать предметы. Измельчитель, да. Тут база. Нормальный вопрос. Загадочная комната. Вы не знаете, что вас здесь ждет. Нормально, да. Тяжелый бой. Ну, в целом, здесь все ок. Бродяга. Он там переведен как рога. Ну, рогу можно по-разному переводить. Я тут придираться даже не буду. Можно как разбойник, можно как бродяга, можно как угодно. Так, пошла перчатка. Сейчас я, по-моему, получу какое-то количество урона, потому что я мало взял брони. Ну и вообще нужно фармить. Я не помню, рога бафается ли. Если не бафается, то, наверное, есть смысл сейчас подформить золото. Ну, что там, по-моему, он... Да, он яд накладывает. Намеревается наложить на вас дебаф. Ну, вообще, негативный эффект. В простонародье. Очень общепринятый термин тоже. Скорее всего, он будет сейчас пытаться меня отравить. Но у меня вакцина. Да. Ну, все, прекрасно, я его контрю. Так что можно фармить золото. Потом я в целом отличусь за счет... За счет вампиризма. Подожди, в какой момент ты счищаешь? В конце каждого хода. А, ну да, вот единичка осталась. Супер. Ну, я его законтрил. Так, тут бы я сейчас что-нибудь вытащил. О, ну ладно, монетку вытащил, хорошо. Не, монеты сильно закопаны. Я их сейчас не выдерну. Вон, еще одну разве что, да. Ну и все. Вот и закончился ваш бродяга. Мамин симпатяга. Прекрасное кольцо силы. Кстати, здесь я могу скипнуть тяжелый бой, обойдя вот так. А могу не скипать. Так, посреди комнаты стоит сундук. Древний. Что делать? Открыть, ударить. Это может быть мимик, а может не быть мимик. Давай ударим. Ой, точнее откроем. О, находится боевой топор. Ближайшего противника 15 урона удаляет ему блок. Хорошее оружие. Давай в кузницу. Я же могу уходить назад, да? В кузницу нужно идти. Уже после всех боев. Клоун! О, я нашел переводчика пеглина. Боец. И рыцарь. Просто рыцарь. На сей раз Маленький рыцарь. Так, топор мне сейчас не нужен. Мне, наверное, лучше сейчас набрать себе блока. Потому что Что-то, по-моему, меня сейчас будут бить. Возможно, даже ногами. Да, клоуна я не добиваю. К сожалению. О, Мидас пошел. Так, клоун собирается улучшить кого-то. Усилить. Но я ему не дам этого сделать. Я сейчас буду его добивать. Черт, брони мало. Хотя, погоди. Если топор пойдет после кинжала... О, найс. Хорошо. Подожди. Подожди. Топор применяет... А, удаляет блок. Он после нанесения урона. То есть, он не пробивает этот блок. Он его просто сносит полностью. Каким бы он ни был. Это плохо. Гораздо лучше было бы, если бы он Сносил его, а потом только наносил урон. Но... Топору не прикажешь, к сожалению. Он тупой. Надо хилиться. Колупать их кинжалами. И защищаться, и хилиться. И защищаться, и хилиться, и защищаться. И хилиться. Короче, все нужно делать. Всего и побольше. Давай пару кинжальчиков хотя бы. Ну, ну, ладно. Я хотя бы защищусь. Ну, почти. Тут уже довольно жирные и жесткие противники, как видишь. Золото я не соберу, оно в той куче. Хотя, может, кучу попробовать разгрести. У меня стак брони уже есть. Какой-никакой. Давай разгребать кучу. Тем более, противники помирать не собираются. Разгона у них нет. Давай еще раз гоню броню и буду фармить. А, ну да, это ж тяжелый бой. Я думаю, что так сложно? Так меня же предупреждали, что сложно будет. Никогда такого не было. И вот опять. Сложный бой оказался сложным. Ну. Сложнее, чем в Perfect Dice, между прочим. Там элитки выносятся гораздо проще. Так, я, кажется, сейчас случайно поврежу рыцаря. Да. 35. Опять я получу урон. Но. Наверное, лучше не надо так делать, да? Но я только-только добрался до золота. Слушай. Я же не могу просто взять и отказаться от него. Это же столько золота. Тем более, рыцарь закончился. А я денежки люблю. Так. А ну-ка с этого угла если скрести попробовать. Нет, по-моему, я сейчас его допинаю. Нет? Нет, не допинаю. Давай. Вышкребай. Давай кокеточками аккуратненько. Ни одной монетки не собрал. Ну, хотя ладно, он меня не пробивает. Я сейчас отсюда как раз кинжалов наберу. Только не вываливай туда ничего. О. Как раз. Много кинжалов. И. 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 Оп. Оп. Цап. Хорошо. Нацапали. Золото. Сейчас еще, наверное, за элитного противника дадут много. Нет, всего пять. А, это за каждого пять. О. Здравствуйте. Вот тут. Я не знаю, почему он здесь не отобразился как нормальный тег. Но вот он называется баг. Типа это реально баг. Весь блок в силу. Преобразует по коэффициенту преобразования 4 к 1. Это хорошая вещь. Это мое. Это в мой билд идет. Идеально. Так. Давай этот ударим на сей раз. Вдруг это мимик. Нет. Он рассыпался. Я получил монеты. Ну и ладно. Теперь обычный бой. Опа. Никим. Этот противник намеревается увеличить свой блок. Знаешь зачем? Потому что он планирует сейчас взрываться. Так. Если я выхвачу один щит. Нет. Я не выхватил один щит. Я выхватил несколько. Но по времени мне нужно быстрее добраться до бомбы. Поэтому я сейчас буду... Да. Энергетик беру. Как максимально разгонять сейчас силу. 5. И 9. Все. А. Она пока баф на себя наложит. Но это еще долго будет. Короче. Так. Энергетик был лишним здесь сейчас. Слизь не проще, мне кажется, добить. Но нужно разгрести еще вот это вот все. Добраться до золота. О. Нормально. Как раз. Избавлюсь от топора. Буду потихоньку проковыривать бомбу. Два хода. Сколько ты нанесешь урона? 50. Наверное, проще ее добить, да? Чем на стакать себе 50 брони. Думаю, да. Я не получу золото, но я и не получу порылу перед боем с боссом. Все. Превосходно. Так. Вода в ядовитую воду превращается. Тратит монеты. М-м-м-м-м. Перерол. О. Вот это хорошая вещь. Шипастый щит. 5 шипов дает. Шипы это имба. Его надо сразу улучшать. 10 шипов. Ты представь себе, как это будет. Так. Его улучшаю. Наверное, кинжалы. Потому что кинжалы, в отличие от всего остального оружия. А. Утреннюю звезду бы. И силу тоже. Насколько у меня улучшений хватит? Ровно на 4 улучшения. Ровно на 4. Давай я улучшу. Два кинжала. Улучшу энергетик. Улучшу звезду. О. Нормально. Вот так будет хорошо. Буду играть все-таки через стак брони попробую. Так. Тут можно подлечиться. Можно естественную силу еще бахнуть. Но мне кажется, что я и то, и то не выцеплю. А могу не выцепить вообще ничего. Если неправильно. Не. Нормально. Перед боем с боссом. Практически полностью вылечусь. И еще. Еще одна сила. Через стак силы играем. Кто-то у нас. Сильная моль. Ну. Да. Да. Там так и было. Там типа стронгумов было. Кстати, сильная моль, по-моему, ультра контрится с шипами. У нее много мелких атак. Если я правильно помню. Ой, знаешь, я буду просто собирать золото сейчас. На первом ходу. Пока на себя не забафало. А он же играется. Да, он бесконечное количество раз играется. А. Она на отражении играет. То есть мне ее вообще лучше не трогать пока что. Ну ладно. Значит, я буду играть в защите. Так вот. Цап, цап, цап. И меня все устроит. Кинжальчик только не бери. О. Золото бери, да. Правильно. Она сейчас будет... Да, она сейчас что-то мне тут запорит. А. Она мне пух добавит. И воды. Точно. Подожди. А куда... А зеркало что ты убирать не собираешься с себя? Подожди. По-моему, в какой-то момент она должна убрать с себя зеркало. Разве нет? Ну я пока буду пытаться цапать золото. И броню. Она сама об меня убьется. У меня 20 шипов. Нет. Собирается она с себя снимать зеркала. По-моему, снималась. Я уже не помню. Надо броню убрать, короче. Ну а ее выбрать сейчас, пока у меня все в воде, будет довольно сложно. А. А. У меня тут еще и пух. А что это за пух сейчас был? Какого вида? Я уже не прочитаю. О. Вот зеркало с нее исчезли. О. Зеркала-то с нее исчезли, а вода осталась. Так что. Буль-буль. Молот пустим первым. Докидывает брони. Превращает ее в силу. Сейчас потихоньку будем ее пробивать. А куда мне торопиться? Она не бафается до бесконечности, поэтому... А у меня золото куча на столе. Ну, в этом... В чаши, в моей... Полной. Тем более, что я буду в нее отражать? А! Она-то в меня отражает, а я отражаю в нее шипами. Кстати, это же так работает здесь. Смотри. Видишь, она все равно получила 30 урона от шипов. За счет того, что она в меня отразила урона, я отразил обратно в нее. Это вот как та самая аргументация, которой нет ты. No you. Так, что это такое? А, это лава, она кажется. Да, горящий пух, она лавой наполняет. Это чтобы этот пух... Когда я его подбираю, дамажил ее. И дамажил меня за счет этого. Зеркалом, видишь? Очень больно, между прочим. Только молот не вы... Ой, молот не выцепил. Вообще, я могу ее и не пройти. Потому что ты смотри, что она делает. Ой, тут пух застрял. Это уже совсем никуда не годится. Ты чего? Пух урони. Во. Все, хорошо. Так, у меня 17 брони. Пух урони, пожалуй... Нет, он не уронит пух. Ну ладно, все остальное хотя бы уронил. Да, у меня много сил, я сам себя могу сейчас заковырять. Случайно. Все, у нее исчезли пафы. Ее нужно срочно добивать, иначе для меня все закончится. Нет. Урон. Урон. Какой-нибудь срочно урон нужен. Давай-давай-давай-давай-донеси. О, все, хорошо. Превосходно. Я уже боялся, что меня сейчас задушит моль. Сохраните до 10. 2% монет в конце боя. Вообще ни о чем. А вот сохранение блока, это хорошо. Это то, что мне нужно. Так, тут 2 тяжелых боя ради 3 гэмблов. Но гэмбл, по крайней мере, когда я в прошлый раз играл, был лютый сранью. Поэтому туда мы не идем. Так, тут золотишко. Тут сразу можно шипы повесить. Тот же боец, он об шипы моментально откиснет. Потому что он много мелких атак делает. В самом деле, мне бы защититься, а потом уже собирать золото. Во, вот так. Да, боец себя сам накоцал. Больше всего. Я, походу, не соберу золото из-за своих шипов. И вообще, хотелось бы, наверное, себе добыть какую-нибудь хилку. Да, он сейчас об меня расковыряется. Ну что ж. Магнит. Золото это металл? Если золото это металл, то магнит это имба. Давай возьмем и проверим. Так. Принять ванну. Налить родниковую воду в бутылку. Это хилка, по-моему. Да, исцеляющая фляга. Прекрасно. Теперь у меня есть лечение в моем тазике. Ой, это хомики. Хомики это самый опасный противник. Здесь они прям лютые. Они отрывают лицо. Ужасной скоростью. Давай, наверное... Да просто соберу побольше урона. Нейтрализую хомиков. Насколько это возможно будет. Ой. Что-то я опять про броню забыл, да? Ну, какое-то количество осталось. А, да. Они еще... Пухо огромное количество в машину накидывают. Вон в чем проблема их была. Так, магнит не там, где мне надо. К сожалению. И броню я тоже не выхватил, потому что много всего слишком. Мне нужно дробилку найти, потому что у меня слишком много предметов сейчас. Так, а ты что делаешь? А, уклонение ты на себя повесил. Клоун уклоняется от ответственности или от налогов. От чего уклоняется клоун? Напиши в комментариях. Кстати, хомяк сейчас самоустранится. Клоун будет на грани. Ну, пока он бафается, можно золото подформить. Лечилка... Ее не достать вообще никак. Увы, ях. Говно в штанах. Ну и все. Дошутился. Удаляет с вас все стаки яда. Превращает воду в лаву. А можно, пожалуйста, что-нибудь адекватнее? Золотой кинжал. Атакует ближайшего противника. И один урон за каждую... А! Это буквально золотой кинжал. Это не улучшенный кинжал. Давай еще одну руку Медаса. Чтобы у меня все в золоте было. Чтобы я им обмазываться мог. Тут много тяжелых боев. Два рыцаря и... Еще один клоун. Кстати, по-моему, он немножечко другой цвет приобрел, да? Так, золото. Золото притягивается, но плохо. Так, сразу берем тогда шипы, щит и силу. Чтобы клоуну жизнь медом не казалась. Когда он пытается меня чипать. Так, еще магнит. Магнит я бы хотел забрать. Потому что он собирает все металлическое. А металлическое это и урон, и броня, и золото, и все. Металл снаружи, металл внутри. О, 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 ладно, все равно потерял половину по дороге. И у меня... Что-то маловато брони. Лечиться надо. Давай первым ходом лечение броня. Вторым ходом урон броня. Ой. Броню не получилось взять. Зато урона много будет. Правда, там клоун с отражением. Хотя бы с одним, а не с двумя. Уже радует. Так, теперь, наверное, нужно лечиться и фармить. Рыцарь меня сейчас особо не пробьет. Особенно, если не забывать прожимать щит. Ну, как прожимать? Забирать щит. Ну и хорошо. Сейчас можно подлечиться. Сейчас вот тут я золото попробую забрать. И все у меня будет замечательно. Золото не заберу, кстати. Там оно опять закопалось. А, тем более рыцаря я похоронил. Великий меч всех противников. Зелье силы удвоивает силу. Ну, кстати, зелье хорошее. Еще один магнит тоже неплохо, но лучше зелье взять. Так, и в кузницу в последнюю очередь идти. Так, бродяга-клоун. Не страшные противники. Ну, не очень страшные, по крайней мере. Я хотел взять все, взял одно колечко. Эээ. Жижа. Все, что делать? Я сейчас выхвачу. Вольно выхвачу, много выхвачу. Защиты брать. Да куда ты, что ты делаешь? Ты меня хочешь, ты меня хочешь похоронить, да? Я заметил. Ладно, они не атакуют в этот ход. Значит, в этот ход атакую я. Магнит плохой, надо его улучшать. Иначе жизни мне с ним не будет. Силу можно прямо сейчас удвоить, если честно. Зачем жадничать? Яд меня не страшит особо. Хотя нет, страшит, он пробивает броню. Так. Надо защищаться и лечиться. Ну, пока получается только защищаться. Стоп. Слишком рано прожал. Ну, это все. Да? Да, это все. Это похороны. Черт. Ну, что ж. Что могу сказать? Перевод в целом адекватный. Сразу видно, что делал какой-то прям любитель-любитель. Хотя не ясно, как бы это делал любитель. Потому что, скорее всего, перевод был заказан. Потому что это не мод, не какая-то мастерская. А это, вроде как, официальный перевод в игре. Ну, художественная часть, она... Запорота сразу. Однозначно. Потому что есть очень неточные термины. Имена персонажей. Вообще переиначены, как только можно. Формулировки в целом норм. Но там есть баги. Но нет каких-то багов, связанных с тем, чтобы текст был нечитаем. Или чтобы текст находился вообще где-нибудь в заду мира. Короче, в целом, наверное, съедобно. Можно играть. Он тебя не ведет в заблуждение. Он тебя не обманет. Вроде как. Ну, кроме некоторых моментов, где описания очень сомнительные. Ну, в целом норм. Буду смотреть, как этот ролик зайдет. Возможно, будет чуть больше видосов, которые прям... Будут сосредоточены на каких-то тематиках, связанных именно с разработкой игры. Именно с теми вещами, которые должны быть. И с тем, чтобы оценивать, как оно задумано и как оно сделано на деле. Ну, и самое главное. Никуда не уходи. Я заварю нам чаю.